На Радоницу митрополит Омский Таврический Владимир совершил праздничное богослужение в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Омска. В этот же день председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев посетил Воскресенский военный собор города Омска. Подробнее о событиях этого дня в сюжете наших коллег. Радоница приходится на торжественно праздничный период, когда победа над смертью, одержанная воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. Поэтому церковный устав на богослужение этого дня не допускает ничего скорбно-заупокойного, даже на пении литеи по усопшим. Молитва за усопших необходима, потому что через наши молитвы Господь милует их и прощает какие-то грехи, кто ушел или не раскаявшись, непричащенный, и помогает им. У меня бабушка в прошлом году тоже умерла, и, конечно, была такая печаль, скорбь, как она где окажется. То есть и молились усиленно, и потом какое-то облегчение наступило, что успокоение, что Господь принял наши молитвы. Живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве. Об этом после поминовения усопших рассказал в своей проповеди митрополит Владимир. Что один старец, один монах старенький видел, когда совершается панихида, вот в день Радоницы. И что он увидел? Он увидел, что столько душ, весь храм переполненный. Он удивлялся, что это такое. Вот каждый из тех душ, которые были, они слушали, поминает не то, что в громку только, а кто-то поминает его имя. И они такие становятся, говорят, лица их, такие жизнерадостные, такие действительно, они ощущают особую радость, когда мы за них молимся. И им нужна наша молитва. Поэтому прошу вас, вот мы сейчас помолились с вами в храме, вот давайте молиться и дома за наших братьев и сестер, которые ушли от века скончавшихся. Если не перестанем приходить и молиться на Радоницу в храм, то когда-нибудь из-за нас вознесет хор верных молитву ко Господу о всех прежде почивших православных. В этот же день председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев посетил Воскресенский военный собор города Омска. Его встретил митрополит Омский Таврический Владимир. Дмитрий Анатольевич осмотрел восстановленный к 300-летию города храм и оставил запись в книге для почетных гостей.